Одной из самых сложных для меня тем, которая вызывала много вопросов по реализации, была регулировка температуры радиаторов отопления. Лет 7 назад я установил на один из радиаторов термоголовку Dunfoss Z-Wave, и за пару месяцев использования мне так и не удалось совладать с ней. Основными факторами, сыгравшими против, было то, что температура замерялась непосредственно возле радиатора и сильно отличалась от всего помещения. А также скорость реакции термоголовки на изменение уставки со стороны контроллера была неприемлемо низкой. Чуть позже я опробовал ещё одно подобное устройство от Stella Z, но проблема с замером температуры непосредственно возле отопительного прибора никуда не делась. Да, существуют термоголовки от того же Dunfoss с уносным термодатчиком, но выглядит это довольно ужасно. К тому же оставался вопрос, как подружить такое устройство с умным домом. Спустя какое-то время Fibara представили свою термоголовку с отдельным беспроводным датчиком температуры. И это уже выглядело интереснее предыдущих вариантов. К сожалению, это устройство обошло меня стороной. Вновь к этой теме я вернулся, когда ручная регулировка температуры в доме стала доставлять массу неудобств, потому что приходилось крутить неудобные вентили на клапанах радиаторов. Сначала я, конечно, вспомнил про Fibara, но как его нормально использовать вот здесь, я не знал. Вот, кстати, этот вентиль. При всем при этом стоимость всего мероприятия выходила бы совсем уж неприятной. В поисках решения, которые можно было бы приладить к моим радиаторам, я наткнулся на термоприводы для коллекторов отопления. И тут меня осенило. Зачем пытаться что-то регулировать в конечных точках, когда это можно сделать централизованно на коллекторе? Конкретно такие приводы имеют только два положения – открыто или закрыто. Кстати, при желании их все же можно использовать на радиаторах, если на них установлен термостатический клапан с резьбой М30 на полтора. Схема подключения оказалась простейшая. Все термоприводы нормально закрытые. Когда модуль ESP подает сигнал на твердотельное реле, термопривод открывается. Занимает это несколько минут. В собранном виде контроллер вместе с реле и блоком питания помещается в какую-то стандартную распаечную коробку. Я решил не заморачиваться с установкой настенных термостатов, потому что все ручное управление осуществляется с телефона или компьютера. В каждом помещении, где есть радиатор, я установил температурный датчик от Акара, расположив их в местах, где предполагается самое частое присутствие людей. Код для модуля ESP с прошивкой ESP-HOME также предельно простой. Описывается каждый вывод, который подключен к реле. Если бы термопривод был нормально открытый, то здесь было бы значение YES. Опционально к коллектору прицеплен датчик температуры DS18B20. После подключения модуля ESP к Home Assistant в интерфейсе появляются выключатели, управляющие термоприводами, но сами по себе они не имеют особой пользы. На удивление, термостат, реализованный средствами базовой интеграции Home Assistant, обладает всем необходимым функционалом. А то я сначала собирался самостоятельно строить логику управления в Node-RED. Тут тоже все просто. Указывается переключатель, управляющий термоприводом, датчик температуры, по которому термостат будет ориентироваться, диапазон регулировки термостата, гистерезис, начальное состояние и точность управления уставкой. По поводу начального состояния. После перезагрузки все термостаты по умолчанию выключены. Есть отдельная автоматизация, которая при запуске Home Assistant проверяет, отопительный ли сейчас сезон, чтобы включить все термостаты. Проверка основывается на состоянии виртуального переключателя, которое зависит от среднесуточной температуры, собираемой с помощью встроенного модуля статистики. Показания температуры воздуха собираются с периодичностью 5 раз в час и хранятся 15 суток. В Node-RED для этого есть небольшой сценарий. При температуре на улице 15 градусов или ниже проверяется, выключен ли виртуальный переключатель, после чего в Telegram отправляется соответствующее сообщение и виртуальный переключатель включается. При температуре на улице более 19 градусов проверяется, включен ли виртуальный переключатель и выключается с соответствующим сообщением в Telegram. При включении конкретного термостата и установке целевой температуры выше текущей включается соответствующий ему термопривод. Что касается точности работы контроллера, то на примере графика за сутки видно, как при ночной уставке в 25,5 градусов температура в помещении колебалась в пределах 0,2 от нее. Дневная температура 26 градусов также стабильно поддерживалась, за исключением моментов с попаданием в комнату прямых солнечных лучей. Выше оранжевый график показывает, когда был открыт термопривод. И видно, как это совпадает с колебанием температуры в помещении. Решение прекрасно пережило текущую зиму, я остался доволен тем, как это работает. Дополнительно написал пару сценариев для Node-RED, которые срабатывают по времени суток или присутствию. Со стороны котла я решил пока не делать никаких подключений, так как максимум, на что он способен, включаться по внешнему сигналу. И это пока оказалось ненужным. Предвидя вопрос, а что если отключат свет, будет всё равно, потому что котёл тоже выключится. А в случае выхода из строя контроллера или термопривода, последний в одно движение снимается с коллектора. На этом всё. Пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok